Завтра бывшему генеральному директору РГВК Дагестана Азнауре Аджиеву исполнилось бы 47 лет. Он ушел от нас в сентябре прошлого года. Жизнерадостный, добрый, трудолюбивый. Именно таким Азнаур Чингисханович останется в памяти всех, кто его знал. Множество планов он торопился осуществить и в последние годы жизни. Его полет прервался внезапно. Близкие друзья до последнего надеялись, что он справится, выстоит в борьбе с тяжелым недолгом. Рассказывает Хадежат Мазгарова. 14 сентября навсегда изменила жизнь родных и близких Азнаура Аджиевы. В этот день его не стало. Не стало планов, которые он строил, его тепла и заботы о самых дорогих, его громкого смеха и шуток, его доброты, которой он делился почти со всеми, которые, как говорят его друзья, хватило бы на семь жизней. 7 июня ему исполнилось бы 47 лет. Буквально тремя словами можно охарактеризовать Азнаура Чингисхановича. Скажу, пожалуй, так. Доброта, нравственность, профессионализм. И что интересно, имя Азнаура в переводе означает «честный». Одним из самых его больших увлечений было телевидение. В 2004 году преподаватель кафедры арабского языка приходит на молодой канал РГВК «Дагестан». Яркие проекты, в том числе на родном кумыкском языке, эрудиции и ответственное отношение ко всему, что он делает, позволяют Аджиеву построить успешную карьеру. Из 2008 года он становится генеральным директором холдинга. Но директором не в классическом понимании этого слова. Директором, который может провести Новый год вместе с корреспондентами за монтажной стойкой, которого называли по-свойски Чингисханович, который не давал поручений, а просил. Те люди, которые работали на РГВК вместе с ним, они знали. А Занучник Ханчидар – человек добрейшей души. Человек, он начальник, но он наш друг. Он вместе с нами и в огонь и в воду. Он вместе с нами и на съемки ездил. Он вместе с нами и в столовой обедал. Он вместе с нами приходил и чай пил в кабинете. Это человек наш, свой. И для многих это было очень ценно. Было очень ценно отсутствие вот этой большой дистанции между подчиненным и начальником. Лидия Яковлева – помощник генерального директора телекомпании РГВК «Дагестан». С Аднауром Аджиевым проработала около пяти лет. Вспоминает, даже в самое напряженное время он старался сохранять спокойствие. Разговор с подчиненными чаще напоминал дружескую беседу. Первое время, когда Аднаур Чингисханович стал генеральным директором, эта дверь не закрывалась. Каждый хотел его поздравить лично, открывал дверь и говорил «Чингисханович, привет!». Я закрывала дверь и говорила им, теперь он не Чингисханович, а Аднаур Чингисханович, генеральный директор». За шесть лет под руководством Аднаура Аджиева канал занял прочные позиции в медиапространстве всего Северного Кавказа, стал одним из крупнейших и рейтинговых в регионе. А потом поступило новое предложение. Уже на должность министра печати и информации Дагестана. Он соглашается. И не от большой любви к чиновничьему креслу, а потому что на тот момент это было нужно. Во-первых, это был очень воспитанный молодой человек, что, ну, скажем, большая редкость сегодня. И невзирая на свою должность, на занимаемые должности, он всегда прибегал к советам. Вот это тоже в нем очень подкупало, как в личности, как в человеке. И вообще он был очень теплый, добрый и коллега, и друг. Воспоминания очень теплые и добрые, и светлые о нем. Одним из больших проектов, в которых Азнаур Аджиев принял непосредственное участие, стал чемпионат Европы по борьбе, который прошел в республике в 2018 году. Отвечая за информационное освещение, Аджиев буквально жил в комплексе Али-Алиева. Иностранные делегации, именитые спортсмены, ведущие политики ближайших стран. Найти подход и проявить по-настоящему дипломатические качества Азнауру Чингисхановичу удалось, как и тем, кто работал над проектом. Результат – чемпионат Европы по борьбе в 2018 году в Дагестане признан одним из лучших за прошедшие два десятилетия. Это человек очень высокой культуры общения. Я не видел ни одного человека, хотя наша работа предполагает необходимость контакта с огромным количеством людей. И не всегда это проходит ровно и гладко, бывают какие-то недопонимания. Но я вот ни одного человека не видел, который мог бы сказать, что вот что-то плохого Азнауру. Это очень деликатный, очень культурный, очень добрый, по сути, человек. И поэтому вот ни одного не слышал, что это недопонимание, какие-то недомовки бывают, потому что, ну, это был абсолютно добрый человек. А потом был музей «Россия. Моя история». Здесь Аднаура Джиев нашел себя, ведь история была его еще одной большой страстью. Здесь пригодились и исторические знания, полученные в университете, и креативное мышление. Результат не заставил себя ждать. Огромный мультимедийный комплекс сегодня – одно из самых посещаемых мест в столице республики. Он понимал, что важно, он понимал, в какой среде он находится, он понимал, с какими людьми он работает, да. То есть он понимал, что от него требуется, и был абсолютно открытым, да. То есть мы его читали как открытую книгу и понимали, что мы всегда находимся в безопасности, и мы защищены. Он умел улыбаться, искренне радоваться успехам подчиненных, учил не отчаиваться, не думать о людях плохо. Не делил людей на важных и не очень, не был равнодушен к чужой боли. Он был увлекательным рассказчиком, который мог описать, казалось бы, заурядную историю так, что ты обязательно расскажешь ее кому-нибудь еще. Таким его запомнили многие. Обязательным пунктом наших поездок это был Дербент, крепость, древняя крепость. И вот обязательно нас сопровождал официальный гид. Ну вот гид начинал, и Азнаур просил слова у гида, ну дальше уже продолжал Азнаур. Вот официальный гид, он становился практически тоже вот как бы слушателем. Стойка Азнаур Чингисханович приносил и испытания страшной болезнью. Поставив перед собой цель победить недуг, он проявил невероятное мужество. Он не отчаивался сам и не давал делать это другим. До последнего верил, что победит. Настолько он любил жизнь и настолько он был уверен в том, что он будет жить дальше. И мы вместе с ним, его родные, близкие, коллеги тоже в это верили. В сентябре будет год, как его не стало. Память о нем будет еще долго жить в сердцах тех, кто с ним работал, дружил, кто его любил.